Всем привет! Напомню, что меня зовут Ирина. Я всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня мы с вами посмотрим, когда же произойдет долгожданная перемена. Счастливая перемена, позитивная перемена. Когда дорога к счастью, к успеху для вас откроется. Когда вы легко и с уверенностью сможете сказать себе «Я счастлива» или «Я счастлив». Давайте посмотрим. В этом раскладе я постараюсь проследить дорогу вашу к счастью. Через что вам придется пройти? Через какие моменты? Через каких людей? Через какие обстоятельства? Через какие трудности? Но дорога к счастью не бывает простой. Итак, давайте посмотрим. Вначале такой момент. Ваши понятия счастья, вот как вы видите, что такое быть счастливым? Ну, смотрите, для вас понятие счастья – это внутренний душевный покой, которого вы были лишены в течение какого-то периода времени. Семерка мечей – карта завистников, карта людей, досаждающих вам негативом каким-то. Много завистников, много людей нечестных, недобросовестных вас окружало когда-то. Может быть, сейчас они в вашей жизни есть, докучают вам. Реально вы устали от них, да, потому что один негатив идет от них. Никакой помощи, никакой поддержки, опереться не на кого. Вот какой-то такой момент здесь мне показывает. То есть ваше понятие счастья заключается в душевном спокойствии. Вы очень хотите отдохнуть. Просто отдохнуть от этих людей, от такого негативного окружения. Может быть, это родственные связи, может быть, это коллектив на работе. Может быть, это сложные отношения с любимым человеком. Вы понимаете, что он вами манипулирует, да, вы подозреваете, что он вас обманывает. Конечно, это тяжело осознавать. И это тяжким грузом уже достаточно долгое время лежит на вашем сердце. А ваше понятие счастья, оно очень простое. Карта влюбленной, да. Карта влюбленной, она про что? Она про энергии взаимности. Для вас быть счастливым человеком, это значит иметь рядом с собой честного, открытого человека, который для вас является поддержкой в чем-то, опорой в чем-то, кому вы можете доверять. Кто искренен с вами, да, кто не играет по жизни роли, а кто ведет себя честно, добропорядочно, просто, да, интеллигентный, но простой человек при этом. То есть для вас счастье – это взаимоотношение с такими людьми. Может быть, вы ждете в свою жизнь такого человека, которого я сейчас описала, и соотносите с ним понятие счастья. Но также в целом вы можете соотносить понятие счастья вот именно с такими людьми. Вы очень хотите простых, преданных, честных и порядочных людей видеть рядом с собой, очень устали вы от негативного окружения. Видите, вот она, карта душевного равновесия, да, двойка Пентакли. Человек, который хочет просто покоя, спокойной жизни. Вот вы не хотите никаких вершин покорять, вы не хотите карьеры, вы не хотите больших денег, вы не хотите, не желаете, да, каких-то небес, звезд, вернее, с небес снять. У вас абсолютно земные такие реалистичные желания жить просто, жить легко. Как-то вот сложно вам в этом окружении, в этом социуме почувствовать внутреннюю свободу. Вы человек, который, ну вот, какая или какой вы есть, вы так себя и преподносите в социуме, да. Вы не играете никаких ролей, вы, какая есть или какой есть, вот так вы себя и позиционируете. Вы говорите, как думаете, вы делаете, как вы это видите, как вы это понимаете, без всякой задней мысли, да. А окружение, вот ваше, здесь как будто совсем другой мир. Люди думают по-другому, они считают, что надо жить иначе, что нужно покорять вершины, что нужно стремиться вперед. Причем стремятся вперед они не самыми честными путями, надо отметить. Семерка мечей все-таки карта такая, достаточно сложная. Она говорит о том, что люди пытаются использовать тайные какие-то приемы, да, манипуляции какие-то совершают, интриги плетут, обманывают, подвохи какие-то, значит, делают, да, подставляют друг друга. То есть здесь идет вот такая вот нечестная борьба за успех. И вы как бы на фоне вот этой борьбы со своими духовными принципами присутствуете. И очень устали от этого. Устали от того, наверное, что вы вот все-таки не на своей дороге где-то находитесь. Или в какой-то момент своей жизни оказались на вот этом пути. Столкнулись с таким коллективом, с такими людьми, которые вас не понимают, которых вы не понимаете. Может быть, это проблема с любимым человеком, который рассматривает, например, счастье как понятие материальное. Да, он стремится к карьере, для него работа на первом месте. При этом семья не имеет для него значимого такого уровня. Вы понимаете, что страдают ваши отношения, что человек слишком углублен в себя, в работу, в деньги. Да, вот это вас гложет от этого ощущения внутренней пустоты, да, неудовлетворенности. Ну, давайте посмотрим, все-таки вот суждено ли вашим желанием, вашему пониманию счастья сбыться. Суждено ли трудный путь, трудная дорога. Семерка Пентакли, карта отдаленного времени, она говорит о проекте, о проекте, который в жизни у вас будет. То есть здесь идет информация о том, что в вашей жизни, в вашей судьбе намечается какая-то серьезная трансформация. Но это не та трансформация, которая обычно проходит по карте смерть. Карта смерть здесь не вышла. Здесь трансформация другого формата. По семерке Пентакли это перепланировка какая-то, это пересмотр чего-то, каких-то позиций. Здесь, скажем так, вот это окружение негативное, которое долгое время вам досаждает, от которого вы устали, утомило оно вас. Эта ситуация дана вам для обретения мудрости, для того, чтобы вы спроектировать смогли свое дальнейшее движение. Это как бы движущая сила, которая вытолкнет вас из вашего такого вот, ну, чрезмерно возвышенного представления о счастье. Да, мы часто иллюзионируем, представляя наше счастье. Нам кажется, что вот все вокруг должны быть такими искренними, потому что мы так видим этот мир. И мы видим человека с собой рядом, своего любимого, таким же искренним, честным. Но жизнь показывает, что духовные принципы — это некая иллюзия. И все-таки нужно понимать, что жизнь реалистична. В человеке всегда две ипостаси есть — темная сторона и светлая. Поэтому нельзя сказать, что вот кто-то хороший, а кто-то плохой. Всем хочется хорошего рядом с собой человека иметь. Всем хочется общаться с искренними людьми. С людьми, которые бы понимали нас, которые бы сочувствовали нам, которые были бы нам поддержкой, опорой. Но это иллюзорность. Да, жизнь, она сложнее. Жизнь проверяет нас на прочность очень часто. И результаты этой проверки, увы, неутешительны. Ну, здесь о чем карты? Про то, что будет трансформация вашего отношения вообще к социуму, к людям, которые вас окружают. Вы перестанете видеть это через призму иллюзии. Духовность в вас, она есть, она и останется. Вы с этим родились. Вы никогда не сможете быть человеком с холодным разумом, человеком расчетливым, человеком, который скрупулезно все это просчитывает, все ходы, все выходы. Ваша стезя — это духовность. Ну, здесь вот как бы жизнь вас сегодня направляет на тот путь, где вы осознаете, что ваша жизнь — это ваш собственный проект. И он должен быть соотнесен с той реальностью, которая есть. Об этом семерка Пентаклей. Судьба вас сама найдет по карте Колесо Фортуны, да? Найдет, ну, в смысле, вот человека любимый вас найдет или любимая работа. Какие-то судьбоносные моменты в жизни, они всегда будут находить вас сами, но при условии, если вы будете четко ориентированы на какую-то цель, на какую-то задачу. Пентакли — это всегда практичность, это всегда реалистичный, такой трезвый, прагматичный подход к обстоятельствам. Если есть проблема, ее надо решать. Если есть задача, ее нужно решать. Если есть безвыходное положение какое-то, да, трудности, сложности, запутанная ситуация, нужно искать выход. Искать, быть в поиске. Понятно, что найти ключи к своим проблемным моментам сложно, но надо быть в поиске. И вот двойка жезлов как раз об этом. Карта человека ищущего. Он читает книгу, он познает жизнь. Вот этот социум для вас негативный — это тоже способ познания этого мира. Нельзя, знаете, относиться к этому миру только с точки зрения чего-то возвышенного. Мир — это и добро, и зло. И наша цель, цель нашей жизни — познать и ту ипостась, и другую. И ипостась добра, и ипостась зла. Поэтому относитесь к этому философски. Ну, учитесь, по крайней мере. Враги, недоброжелатели, люди, с которыми вы абсолютно разные в чём-то — это те личности, которые ведут нас к росту, которые указывают нам на наши ошибки. Сегодня рядом с вами люди находятся как раз вот такие. Они строят свою жизнь смело, они ведут себя решительно, они быстро принимают решения, предпринимают какие-то действия, они всегда в поиске. Это то, на что вы должны обратить внимание. У своих врагов очень хорошо чему-нибудь поучиться. Всегда есть чему у них поучиться. Вам нужен в жизни проект, ориентир. Дело в том, что вы со своей духовностью, с вот этими возвышенными взглядами несколько потерялись в этой жизни. Духовность — это иллюзорность, это бесцельность, это эфемерность. Но мы живём в реальном мире. Здесь разные энергии. И мы должны уметь ориентироваться в разных энергиях. Мы должны уметь общаться с разными людьми. Мы должны понимать, что каждый человек разный, и принимать эту точку зрения, что каждый из нас разный. То есть здесь вот такая трансформация будет. Переосмысление вами того, что надо оставить свою иллюзорность и свои какие-то возвышенные эфемерные требования к себе и к людям и обратиться к проектированию своей судьбы. Ну хорошо, после того, как вы проект всё-таки начнёте, сориентируетесь, какую-то поставите уже определённую задачу перед собой, жизнь изменится. А вот тогда начинаются трудности. Вот смотрите, я так скажу, здесь вот карты показывают буквально с момента вашей молодости, да, молодые годы. Вот если на сегодня вы человек зрелый уже, да, вам больше сорока лет, да, или давайте скажем, больше тридцати, да, зрелость уже считается. То здесь показывают ваши ранние годы, да, те энергии, в которых вы только как бы начинали познавать этот мир. И мне показывают, что у вас были очень такие действительно возвышенные какие-то представления о мире. Может быть, вы ждали реально вот принца на белом коне, а потом получилось так, что встретили человека, который обманул ваши ожидания, да, он вовсе оказался никаким не принцем. Либо вы надеялись реально вот покорить какие-то вершины, а потом жизнь показала, что это не так просто, да, что оказывается эти вершины ещё кто-то хочет покорять. И покоряют их нечестными путями, да, что, в общем, для вас является преградой, да, вам не дают пробиться, вам не дают покорить ту или иную вершину. Потому что кто-то тоже этого желает, да, идёт борьба, и вы понимаете, что вы не готовы с этим бороться. Здесь идёт вот переход от некого уровня наивности до понимания того, ну, такого, до знака вопроса самой себе или самому себе, а что дальше мне делать, да, как мне реализоваться, как мне стать счастливым человеком. И вот сейчас уже мы подходим к тому моменту, когда вы, к вашему прошлому, да, когда вы уже столкнулись реально с проблемой. Вы столкнулись с тем, что какие-то удары пошли судьбы, да, проблемы начались, вы поняли, что люди могут предавать, что они могут подставить где-то, что они могут проявить бестактность, да, на них полагаться не стоит, что они могут поступиться такими принципами, как честь, достоинство, верность, да. Для вас это не пустые вещи, да, не пустой звук для вас эти слова, а вот для людей это, в общем, пустой звук. Здесь идут, переступая через все нравственные черты, те самые черты, за которые вы долгое время себе не позволяли переступить. И вы думали, ожидали, да, что Вселенная за вашу благодетель вот вам пошлёт какого-то прям принца на белом коне, да, или какие-то обстоятельства, которые вот сделают вас счастливой. Но этого не произошло. Почему? А потому что план Вселенной на вас таков. Она или он, да, должен познать эту жизнь с разных сторон. Вы должны пройти сложный путь, вы должны узнать, что такое обман, что такое предательство, что такое меркантильность, что такое жизнь вне духовности, да. Видите, у вас какая судьба интересная? Это интересная судьба. Счастлив тот, кто знает жизнь не понаслышке, тот, кто видел разных людей, тот, кто столкнулся с разными обстоятельствами, кто видел и торжество добра, и торжество зла. Вот вы видели очень долгое время торжество зла, а добро торжествовало лишь в вашем подсознании, в вашем понимании, в вашем представлении. Ну вот прошлое, да, что в прошлом? В прошлом удары судьбы, очень тяжелая ситуация, тяжелое положение. Посмотрите, карты какие. Три мечевых карты, девятка мечей, десятка, и, ой, прошу прощения, здесь две мечевых карты. Девятка мечей, десятка мечей и десятка жезлов. Десятка жезлов как бы все равно карта такого груза, который человек несет. Вот это характеристика тяжелого периода или какого-то тяжелого момента в вашей судьбе. То есть вы пережили удар судьбы, и, скорее всего, здесь обман какой-то произошел. Этот обман напрочь уничтожил у вас иллюзорное представление о мире. То есть Вселенная подводила вас постепенно к ситуации, когда с ваших глаз должна уйти пелена. Вы должны были перестать мечтать, вы должны были перестать видеть мир в розовых очках, вы должны были вернуться, погрузиться в реальность. Погрузиться в реальность, где решать реальные задачи, где искать свое место в жизни, искать своего человека, может быть. И иногда мы настолько не хотим выходить из своих иллюзий, из своего придуманного мира, что Вселенная вынуждена посылать нам испытания, трудности. Удар судьбы какой-то был, после которого свыше сказали, стоп, остановись, подумай. Возвратись в реальную жизнь. У тебя есть знания, у тебя есть образование, у тебя хорошее воспитание, у тебя хорошие энергии родовые. Здесь идет сила рода, чувствуется. У вас генетика хорошая, вот я имею в виду в плане успеха, в плане удачного продвижения. Любое, что вы запланируете, вы способны реализовать. Даже в той обстановке, когда вам вставляют постоянно палки в колеса. Так что прошлое вот такое, да, обернулось для вас ударами судьбы, чередой неприятностей. Надо было, конечно, передумать, переосмыслить очень многое. Но вот остановились вы все-таки. Остановились. Такая встряска была для вас. Тяжелый период, я не могу сказать, что здесь было вам прям как-то вот легко и просто все это пережить. Нет, здесь серьезно вас ударило еще и тройка мечей. Но зато, вы знаете, через эту ситуацию, вот вы реально посмотрели на жизнь другими глазами. Вы очень скоро будете проектировать что-то. Вот семерка Пентаклия об этом, карта об этом, о плане, о плане на будущее. Это ориентир, это четкое понимание, чего я хочу. Это задача, которую вы понимаете выполнимо. Вы начнете действовать, действовать. По карте Дурак идет обновление в вашей жизни. Полная перезагрузка в вашем подсознании. То есть вы начинаете относиться по-другому к людям, к себе. Вы начинаете себя ценить, любить, ценить свое драгоценное время, фильтровать окружение негативное. Вы начинаете реально новую жизнь по карте Дурак, да, новая жизнь, когда человек понимает уже, какой дорогой он точно не пойдет, а какой дорогой он, в общем, готов пойти. Вот он, новый период в вашей жизни, осознанный период. Осознанный период. Здесь карта Отшельник выходит, и говорит она о том, что вот эта перезагрузка в вашей жизни, которая грядет после удара судьбы, она принесет в какой-то степени вам чувство одиночества, потому что уйдут те, кто с вами не согласен, чьи энергии больше будут вам непонятны, да, либо же ваши энергии кому-то будут непонятны. То есть здесь идет трансформация вашего социального окружения. С кем-то реально вы перестанете общаться. Люди как бы сами отпадают от вас, те, которые вам не нужны. И притягиваться начнут те, кто вам интересен, да, вот кто вам действительно нужен. Здесь Вселенная начинает процесс, процесс вот вашего становления в новых энергиях. Вы будете начинать новый путь, новую дорогу. Это будет осознанная дорога, да. Вы будете здесь понимать, что делать, да. Вы будете видеть перед собой задачи, которые нужно решить. Вы будете понимать, что решив ту или иную задачу, вы получите такой-то результат. Здесь идет осознанное движение. Здесь человек внутренне повзрослел. Он готов продвигаться. Он готов покорять какие-то действительно вершины. Вы готовы действовать. Вы хотите какого-то результата. Вы хотите в жизни чего-то достичь. Вы хотите перезагрузить полностью свою жизнь. Но при этом понимаете, что вам интересно, да, что вы хотите с собой взять в эту новую жизнь, а что не хотите. И да, здесь какое-то время будет одиночество по карте Отшельник, потому что, ну, вам будут неинтересны те люди, которые были раньше интересны. Либо же вы будете неинтересны тем людям, которым раньше могли быть в чем-то интересны. Вы становитесь другим человеком. Когда человек ведет жизнь свою осознанно, он решает задачи, он добивается результатов, окружение не всегда его понимает. И поэтому очень многие реально пристают общаться. Вот такой момент он будет. Видите, башня идет. Башня тоже про трансформацию, про изменения, которые неизбежны. Что-то должно уйти из вашей жизни. Что-то должно уйти. И на обломках прошлого будет очень быстро построено что-то новое. Вы как-то очень быстро сориентируетесь, что вам делать в этой ситуации, в ситуации башни. Движение целенаправленное по рыцарю Жезлов. Движение вперед. Движение, которое как стимул для вас. Вы чувствуете, что это ваш путь. Да, это моя дорога. Я эту дорогу ждала или ждал. Это шанс, который вам дается свыше. Шанс на счастье. Шанс на счастье. Ну, правда, по двойке мечей пока еще вы его не видите, этот шанс. Может быть, какой-то путь сегодня вы не рассматриваете или отбрасываете какой-то путь. Вот глаза ваши закрыты. Вы настроены сегодня на другое. А на что вы настроены? Ну-ка, давайте посмотрим. Здесь мне четко показывают, что вот после башни идет построение нового и очень быстро. Но вы как будто... Как будто у вас другие планы, как будто у вас другое видение. Ничего-то не того вы ждете. Чего вы ждете? Четверка мечей. Вот на что надеетесь? Какой путь рассматриваете сегодня? А здесь звезда. Здесь какие-то мечты. Здесь какие-то мечты, какие-то желания, которые... Ну, реализовать сложно. Звезда, она далеко находится. Понимаете? Далеко. Реализовать это сложно. Это нереально сегодня. Здесь вот... Надо рассматривать какие-то возможности, вот которые сегодня перед вами лежат. Начните с малого. Когда человек уносится мечтами во что-то далекое, во что-то нереальное, это значит, что у вас сегодня вообще в жизни фундамента никакого нет. Вам нужно фундамент строить какой-то, да, чтобы опереться было в будущем на что-то. Ну, вот вы начинаете строить фундамент. Видите, у вас по жизни часто вот как по морю носит бушующую, потому что вот родители, да, не заложили фундамент. Хотя генетика у вас сильная, мощный род у вас такой здоровый. Родовое древо без негатива, без пробоин негативных. Тем не менее, вот фундамент вам не дали родители. И поэтому вам нужно обязательно заниматься фундаментом, построением фундамента своей жизни, материального фундамента. Реализоваться обязательно где-то на работе, в творческой деятельности, свое какое-то дело открыть. Что вы рассматриваете для себя как фактор реализации? Стремитесь к этому. Займитесь собой. Сделайте себе такой фундамент, чтобы никто, ничто в жизни никогда его не разрушил. И тогда ваша жизнь войдет в стабильную фазу, умеренность. После стабильности этой, после стабильности, что будет? Будет серьезный у вас подъем в жизни через мужчину. Здесь вот судьбоносный человек встречается, да, человек по судьбе. После стабилизации ситуации, после того, как вы выйдете в стабильность, после того, как фундамент уже появится, после реализации вашего ресурса по пажу Пентакли, появляется человек, мужчина, перспективный, Пентакливый. Это перспективный человек. И у вас с ним по десятке кубков серьезный потенциал есть создать семью. Вот оно, долгожданное счастье. Ваш реализованный ресурс, ваша победа, ваше ощущение человека, который прошел трудный путь и не сломался. Вот это ощущение победителя, это мощность ему. Ты понимаешь, оглядываясь назад, сколько ты прошел или прошла. И ты начинаешь уважать себя. У тебя просто взлетает самооценка. И ты благодарить начинаешь высшие силы за все, что тебе неспослано было, за все проблемы, за всех негативных людей, за те закрытые двери, которые были в жизни, за те удары судьбы, которые имели место. То есть через познание жизни вы находите себя и вас находит человек сам. Здесь пара. Пентаклевая королева и король Пентакли. Видите, сильные позиции ваши. Сильные позиции. Император – это человек, который знает жизнь. Это корона, это высший ранг, высшая каста. Он и свободен одновременно, он понимает, как ценно для него это чувство свободы, быть собой, говорить то, что ты думаешь, делать то, что ты думаешь, не быть рабом. И одновременно понимает, куда не стоит идти, где негатив. А негатив мощный. Зло мощная сила. И если бездумно пытаться пробивать эти двери негативные, можно на себя схлопотать, немало проблем. Можно стать рабом дьявола. но здесь понимание, мудрость. Мудрость, каким путем вы идете. Вы поймете, что пробивать двери, добиваясь правды, но это не выход, не в этом счастье. Счастье в том, чтобы найти свою нишу. Кто-то выполняет миссию зла, служит дьяволу, а вы выполняете миссию добра. Вот к этому вы придете, к этому пониманию, к становлению на своей вот этой дороге, выполняя свою миссию. И в этом ваше счастье. Вот такой расклад. Надеюсь, информация была вам полезной.